МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибудет завтра утром в Беларусь. Спецбортом национальный аэропорт Минск доставит 11 тысяч тест-систем. Все они предназначены для диагностики COVID-19. В стране уже проведено свыше 80 тысяч анализов на коронавирус. Задействованы 24 лаборатории. По данным на 16 апреля диагноз подтвердился у 4206 человек. Тем временем главные внештатные специалисты Минздрава проводят мониторинг белорусских больниц. Стационары должны быть готовы на случай поступления большого количества пациентов. С регионами практикуются видеоконференции, консультации проводят и на местах. Марафон добра для тех, кто сейчас на передовой. Горячие обеды, средства защиты и переводы на открытые счета. В эти дни к белорусским медикам приковано особое внимание. Плечо подставляют крупные бизнесмены и госорганизации. Максим Кембель, а тех, кому не все равно. Простые горожане, бизнесмены и целые предприятия дали старт добрым акциям. Бобруска Громаш на помощь врачам пришел с сертификатом на 3000 рублей. Мы, как коллектив Бобруска Громаш, сделали сегодня первый шаг. На своем личном примере показываем, что это очень важно. Быть вместе, объединяться и решать нашу общую проблему совместно. Это заверяет руководство лишь первая ласточка. На днях на счет центральной больницы поступит еще 20 тысяч. Средства направят на борьбу с коронавирусом, закупят спецодежду и маски. Это очень важно, это внимание для нас. И в этот непростой период, я думаю, что благодаря тому, что не только медицинские работники на передовой с этим вирусом, который не знает границ, но и благодаря тому слаженной работе всего сообщества, неравнодушных граждан, я думаю, что все у нас получится и мы справимся с этой бедой. Фермерская Гавайска, барбекю, спайси, пепперони, блюз. Заметные игроки на рынке пасфута тоже подставили плечо медикам. Всемирно известная пиццерия «Доминос» раз в неделю доставляет коробки с фастфудом прямо на «Гагарина-20». На данный момент уже пиццы были доставлены в приемное отделение инфекционной больницы. Был покормлен весь персонал данного учреждения. Гаджет для бессонных ночей. Кафе «Тикао» подарила инфекционной больнице кофемашину. Руководство заведения уверяет. Посильная помощь доступна каждому. Сейчас настало такое время, когда люди должны объединяться, помогать друг другу, поддерживать друг друга, проявлять те качества, которые мы подзабыли. И хочется верить, что сложные времена – это как испытание на прочность. И мы хотим вот тоже в этом участвовать и помогать. Ранее свое спасибо врачам сказал Бобруйский мясокомбинат. Там начали готовить обеды медперсоналу, шить маски для сотрудников предприятия. Завтра к марафону добрых дел присоединится «Красный пищевик». Поблагодарить врачей за работу может каждый. Телеканал «Бобруйск-360» совместно с «Ефир-ФМ» собирает комплименты под специальным хэштегом в интернете. Видео публикуется на канале в Ютубе и в соцсетях. Максим Кембель, Андрей Богдан. «Бобруйск-360». Спасибо за работу. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В сети появилась информация о том, что бобруйские медики бросили клич о помощи, просят средства защиты и даже бытовую технику. Если верить публикации, маски, респираторы и защитные экраны поступили в онкодиспансер, центральную больницу скорой медицинской помощи. Со слов главного врача больницы имени Марзона, надобности в защитных экранах нет. 80% пациентов здесь экстренные. Средств защиты для медперсонала хватает. Конечно, в этом количестве больных может объявиться и человек, носитель, вирусовый делитель COVID-19. Сейчас на данном этапе средствами индивидуальной защиты учреждения оснащено. Те средства индивидуальной защиты, которые мы получили вчера поздно вечером от волонтеров с города Минска, мы ни от какой помощи не отказываемся, выражая огромное спасибо, но там, к сожалению, нет сертификации именно как изделия медицинского назначения. Но, тем не менее, эти средства индивидуальной защиты нам понадобились для оснащения хозяйственной службы. Все оборудование, которое поступает на баланс учреждения, оно специально сертифицируется, оно имеет специальные документы, то есть оно безопасно для использования. Мы обеспечены всем необходимым, все, что заканчивается, мы дозаказываем в специальном предприятии медтехника. Со слов заместителя главного врача БЦБ, на баланс инфекционной больницы в бытовая техника бывшего употребления не поступала. Ложная информация, уверяет врачи, формирует ошибочное мнение. Медики призвали оказывать помощь медучреждениям, централизованно через благотворительный расчетный счет. Его реквизиты на экране. Диагноз по интернету – сентябрь без горячей воды и отпуск за три цены. Отдых в белорусских санаториях придется по карману большинству. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В Беларуси представили SenseMD. Бесплатный инструмент позволит регулярно в домашних условиях проводить онлайн-диагностику симптомов и получать рекомендации по дальнейшим действиям. Приложение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения. В разработке участвовали медики, которые специализируются на COVID-19. Цены вниз. Санатории страны снижают стоимость путевок. В предстоящие два месяца можно сэкономить до 40%. Скидки руководство здравниц объяснило небольшим спросом из-за эпидситуации. В некоторых санаториях действуют ограничительные меры, но карантин вводить не планируют. Два белорусских санатория временно закрыты из-за небольшой нагрузки. На этой неделе Беларусь ожидает получения пробной партии экспресс-тестов на антитела COVID-19. Минздрав не исключает – они могут поступить в свободную продажу с одной оговоркой – только после проверки на практике и насыщения рынка. Министерство ЖКХ рекомендует местным органам власти перенести отключение горячей воды на более поздние сроки. Речь идет про сентябрь. В ведомстве подчеркнули – отказаться от ремонтных работ вовсе не получится. Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения. То же касается выставления отметок – текущий, четверной и годовой. В ведомстве рекомендовали использовать школьные учебники и электронные ресурсы на платформе Moodle. Учителям в помощь подготовлен список интернет-сервисов. Миллионы верующих в эти дни готовятся встретить Пасху. В канун праздника епископ Бавруйский Ибыховский обратился к православным с просьбой оставаться дома. В этом году, учитывая карантинные меры, рекомендация остаться дома. В храмах, в которых будет совершаться богослужение, будут соблюдаться особые, жесткие и беспрецедентные санитарные меры. Для тех людей, которые остаются дома, всегда есть возможность отпраздновать этот праздник и дать почувствовать, чтобы дети почувствовали, что пришел этот праздник. Красим яйца, готовим пасхальные блюда, молимся, смотрим богослужение по телевизору, которое будет совершать святейший патриарх Кирилл и митрополит Павел. Храмы города будут открыты. В каждом состоятся богослужения. Освящение пасхальных яйц и куличей пройдут на улице. Долгожданное «Христос воскрес» можно будет услышать в телеэфире. Прямую трансляцию будет вести Белтель и радиокомпания. 2000 квадратных метров нового полотна. Столько дорог в ближайшие две недели приведут в порядок в городе. За реставрацию принялись на Урицкого, Карбышево, Социалистической Карла Маркса. Где еще кипит битум, расскажет Максим Кембель. Только за апрель месяц дорожники обещают отремонтировать свыше 2000 квадратных метров покрытия. Работа в эти дни кипит и на Социалистической, и на Карбышево, и на Дзержинского, и на Маркса. Микрорайон Даманский будем ремонтировать улицу Ульяновскую, улицу 50 лет, Гагарина, Орженикидзе. В планах стоит капитальный ремонт улицы Интернациональной. При выделении денежных средств запланировано на ивен месяц. Здесь дорожные службы города производят косметический ремонт покрытия. Следом обновят разметку, заделают люки, засыпят ямы. Толщина асфальта 5 сантиметров. После такой ямочной реставрации стройслужбы дорожного покрытия увеличивается на 2 года. Мне Каменского отремонтировали, я рада. Все очень хорошо, очень нравится, молодцы, своевременно все делается. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруцк, 360. Ветренные и дождливые выходные прогнозируют синоптики в Беларуси. Страна оказалась под властью мощного антициклона. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят. То, как волка назовоет, то заплачивает, как дитя. Легендарный столбик из классики в эти дни превратился в настоящее погодное пророчество. Следом за рекордными 23-мя город накрыл атмосферный фронт с неустойчивой воздушной массой. Пронизывающий ветер, осадки, температурный столбик устремился вниз и к концу недели преодолел аж 10 пунктов. В стране объявили желтый, а потом и оранжевый уровень опасности. Из-за непогоды в Чикаго столкнулись 60 автомобилей. Всему виной гололедица. В районе города выпало около 4-х сантиметров снега. Столица Украины накрыла пыльная буря. Киев заволокло песчаным облаком. Видимость упала до нуля. В выходные будет ветреный и дождливо. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах, возможно, гололедица. Среднесуточная температура на 2-6 градусов превзойдет климатическую норму. Столбик термометра в пятницу днем не поднимется выше 9. Возможны дожди. Ветер северо-западной порывистый. Желтое предупреждение сохранится и на 17 апреля. Кристина Риян, Сандрей Богдан, Бобруйск, 360. Перевязали красную ленту. В Бобруйске сегодня открылся первый в Могилевской области дискаунтер «Грошек». Комфортное расположение в центре города, минимальные цены и товары белорусских производителей. Бакалеи, напитки, молочные продукты, выпечка, мясные и колбасные изделия. На полках около 1600 товаров. Очень хороший магазин. Дешевый по сравнению со всеми. Нормальный магазин. Давно надо было открыть такой. Я специально приехала с Фордштата в этот новый магазин к открытию. Белорусские товары, конечно, они себя оправдывают по качеству. По крайней мере, наши товары держат более или менее натуральность какую-то по сравнению с российскими товарами, украинскими. Для удобства покупатели предлагают 7 кассовых линеек и 30 парковочных мест. Новый дискаунтерный интернациональный 36 рад гостям каждый день с 9 утра до 9 вечера. Своя квартира по цене съемной в Минске. Тот самый случай, когда слово «акция» можно написать большими буквами три раза. Крупнейший в стране застройщик сделал предложение, которое является сенсационным. «Покупайте сейчас, платите потом». Это возможность любой белорусской семье жить в Минске и строить свою жизнь в столице. В своей квартире по цене аренды. И самое важное – без первого взноса по рассрочке. Самое важное предложение – квартира в рассрочку на 10 лет без первого взноса. Вся сумма просто делится на 120 платежей по 12 каждый год. Не нужны справки и не надо искать поручителей. Это очень важно. Как это все представило? В феврале в Минске средняя зарплата составила около 1600 рублей. Таким образом, ежемесячная выплата составит меньше половины дохода в семье. И это предложение актуально и для тех, кто снимает квартиру. Зачем платить чужим людям за их жилье, если можно платить за свое? Не сказка совсем. И ждать своей квартиры не придется. Тоже совсем. Застройщиков вводят дома, опережая график. Все квартиры, которые предлагаются по акции, покупайте сейчас, платите потом в длительную рассрочку без первого взноса в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в этом году и следующем. Через несколько месяцев дома начнут сдаваться, и покупатели получат ключи от своих квартир. Акция подходит и тем, у кого уже есть свое жилье. Это выгодная инвестиция. Как если сдавать такую квартиру, так и просто сохранить ее как инвестицию в своих детей. Пройдут годы, и они это оценят. Сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Но мы хотим сделать покупку жилья возможной для многих людей и предложили длительную рассрочку. Для того, чтобы рассрочка была возможной, только в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск.Мир» не менее 100 миллионов долларов. Любой кризис, лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. А сейчас мы делаем совершенно уникальное предложение для покупателей. Стать владельцами собственного жилья в рассрочку без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнивая с арендной платой. Акция «Покупайте сейчас, платите потом» распространяется на ограниченное количество квартир в семи домах различных кварталов комплекса «Минск.Мир». Квебек и Ванкувер, Сидней Люкс и Сочи в квартале чемпионов, дома «Вальс», «Москва», а также клубный дом «Афины». Все дома самой современной архитектуры, современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами «Отис». Высота потолков не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна панорамные или французские от пола до потолка, дворы благоустроенные и без транзитного движения машин. Школа или детский сад в каждом квартале, поликлиники, медцентры, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты. Началось строительство делового центра комплекса Международного финансового центра. Купить можно в столичном офисе, а также во многих городах страны, где работают консультанты. И, конечно, через сайт компании, сэкономив до 10 тысяч рублей за онлайн-бронирование. Но не затягивать. Акция, самая важная акция, рассрочка без первого взноса, действует только до 12 мая. Не стоит ждать до последнего, когда за этими квартирами будет очередь. Это все и события к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!